Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царств и сегодня мы будем читать 19 главу. А в этой главе рассказывается о том, как Саул продолжает искать смерти Давиду и как сам Давид спасает Саула уже второй раз. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И говорил Саул и Нафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида». То есть Саул уже не стеснялся о своей ненависти к Давиду, начинает призывать и других, то есть втягивает в круг своей ненависти все больше и большее количество других людей. Это особенность агрессивных людей. Они распространяют какие-то фейковые новости по поводу того или иного человека с одной целью, чтобы тьма неприязни сгущалась вокруг этого человека. Но Инофан, сын Саула, очень любил Давида. Мы уже с вами выяснили, что после начала дружбы с Давидом у Инофана его духовные качества, они изменились. И на языке оригинала видно, что изменилось его имя. «И известил Инофан Давида, говоря, «Отец мой, Саул, ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». То есть Инофан опасается, что если Давид стал опасен для Саула, и Саул всех подстрекает убивать Давида, то ситуация становится очень опасной для Давида. «И говорил Инофан добрый о Давиде, Саулу, отцу своему, и сказал ему, да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, то есть Голиафа, который представлял реальную угрозу для Саула». И Господь соделал великим, великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался, для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины. И послушал Саул голос Инофана, и поклялся Саул, «Жив Господь, Давид не умрет». Но это было такое спонтанное чувство. Он как бы на время поменял отношения к Давиду, но потом он опять вернется к своей ненависти. Почему же все-таки мы можем кого-то так ненавидеть? Блаженный Августин однажды произнес блестящую фразу «Мы ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро». Вот вспомните любого человека, к которому вы относитесь с неприязнью, с ненавистью. Почему? А потому что вы уже участвуете в сговоре против этого человека. Вы делаете зло этому человеку, поливаете его грязью, незаслуженно оскорбляете его. Вы лично, может быть, даже плохо знакомы с этим человеком, но вы поддались общему психозу. А это бессонское дело. Ибо всякий нелюбящий брата есть от дьявола. Блаженный Августин пишет, это одно из его посланий, «Истинные мученики – суть те, о ком говорит Господь наш Иисус Христос, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Следовательно, не относятся к мученикам в истине те, кто гоним из-за нечестия и за рознь, которые эти нечестивцы привносят в ряды христиан». Что значит «привносят»? Они пришли из мира, и они привносят в наши общины дух мира. Кто-то занимался политикой такой агрессивной, кто-то вообще был преступником. Придя в церковь, вот эту агрессию мирскую, они вносят в жизнь наших общин и думают, что здесь так же, как и в миру. Око за око, зуб за зуб, а упавших добивают ногами. Августин продолжает. «А те, кто гонимы за правду, суть мученики воистину. Ведь и Агарь была изгнана Сарой, которая стала притеснять ее. Но в данном случае праведница выступила в роли гонительницы, а гонимой была грешницей». То есть мы не можем гнать даже грешных людей. Каждый человек – это творение Божие. Августин продолжает. «Должны ли нам сравнивать гонения праведной Сарой, грешной Агарь, с преследованиями святого Давида, грешным Саулом? Разумеется, ни в коем случае. И не от того только, что Давид много страдал, а от того, что страдал он за правду». Так, правда, Давид заключался в том, что он ничего плохого не делал. Кстати, в случае сгонений Сары против Агарьи, сами представители еврейского народа понимают, что за это они теперь страдают от арабов, которые являются потомками Агарьи. Вот их прамать евреев Сара гнала Агарь, теперь потомки Агарьи, арабы, стали проблемой для каждого еврея, живущего на планете. Я смотрел один такой комментарий очень интересный, там один равен рассуждает на эту тему, и он говорит, «Ведь Сара, праматерь наша, она гнала беременную Агарь, а разве можно гнать беременную женщину?» И за это мы несем от агарян, то есть от арабов, потомков Агарьи, проклятие, возмездие, преследование. Бедный достопочтенный пишет, «Когда народ иудеев услышал голоса проповедующих апостолов, их прежний гнев и ярость улеглись, и тогда народ заявил истинной клятвой веры, что церковь Иисуса Христа никогда не сможет быть уничтожена среди Него, и что память о Нем, о Христе, кто пришел прежде всех времен, устремлен в вечность, никогда не придет». О чем здесь пишет бедный достопочтенный? Он настаивает на том, что вот как Саул вдруг сказал, «Я никогда не буду гнать Давида», вот когда-то был момент, когда еврейский народ сказал, «А мы не будем христиан гнать, и мы не будем восставать против Христа». В книге Деянея святых апостолов говорится, что когда христианство стало распространяться в Палестине, то христиане пребывали в любви у большинства народа еврейского, но потом эта любовь сменилась на ненависть, как и в случае с Саулом, который поддался как бы очарованию слов Инофана и понял, что Инофан прав защищать Давида и сказал, что не будет больше гнать Давида, что Давид не умрет, а потом опять вернулся к своей агрессии. И мы читаем далее. «Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, они побежали от него». Казалось бы, еще одна победа Давида. И Саул должен отблагодарить Давида за эту победу. Но смотрите, любое достижение Давида воспринимается неадекватно. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его». То есть он не выходит из дома. Давид ведет войны Господни, а Саул сидит и злоумышляет, и злоумышляет как бы убить Давида. И он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукой своей на струнах, то есть он вернулся как победитель, и узнал, что царь опять впадает в бесноватость, и начинает его успокаивать игрой на псалтыре. «И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзило себя в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». Если первый раз, когда он кидал копье, он кидал два раза, Давид просто уклонялся, наверное, там была дистанция, а здесь они сидели очень близко друг к другу, смотрели в глаза друг к другу, и Давид понял, что он едва ли сможет уклониться, а с следующего броска он убегает из царского дворца. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на послании к кремлинам пишет, «Если мы не имеем добрых дел, Дух, то есть Дух Божий, улетает от нас. Если же лишимся Духа, то будем хромы и на добрые дела, ибо когда он отступит, приходит нечистый Дух, что ясно из истории с Саулом, и что из того, если он не мучит нас, как Саула, он душит нас дурными делами». То есть мы, может быть, не кидаем копье там в кого-то, но дурные дела мы творим, значит, злой Дух как-то к нам прикасается. Златоуст продолжает, «Поэтому нам нужны гусли Давида». А что такое гусли Давида? Это псалтырь. Псалтырь – это название того инструмента, на котором играл Давид. Поэтому нам нужны гусли Давида, чтобы воспевать душой божественные песни, то есть и песни Давида, и песни добрых дел. А если будем делать только одно из двух, слушая песнопения, будем противоборствовать псалмопевцу своими делами, как некогда Саул, то и само врачество, то есть чтение псалтыри, обратиться нам в осуждение, и безумие станет более опасным. Если ты молишься по псалтыри, по какой молился Давид, составляя эти псалмы, кратчайшие из людей, по имени Господи, царя Давида, и всю кротость его, что же ты сам не кроток? Златоуст продолжает. «Но прежде чем мы стали слушать, злой демон боится, как бы мы, послушав, то есть слова псалтыри, не исправились, а когда, выслушав, остаёмся теми же, то есть читая псалмы и продолжаем грешить, это избавляет его, то есть злого духа, от страха, и он с большей агрессией наступает на нас. «Поэтому воспоём песнь дел», то есть пой не только по псалтыри, пой самую жизнью своей, «поэтому воспоём песнь дел, чтобы изгнать грех, который свирепее демона». Почему грех свирепее демона? Потому что он притягивает демона к нам самим. Далее рассказывается о том, как Мэйл Холла, вот эта не очень сострадательная женщина, об этом мы будем говорить позже, помогает Давиду убежать из дома. Значит, Давид убежал с царского банкета и послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мэл Холла, жена его, «Если ты не спасёшь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мэл Холла Давида из окна. И он пошёл и убежал, спасаясь. Что значит «пошёл и убежал»? Казалось бы, два разных действия. То есть сначала он действует очень осторожно, рядом с домом, чтобы не обратить на себя ничего внимания. А потом, удалившись от дома, подальше, он просто бегом покидает город. Мэл Холла же взяла статую и положила на постель, а в изголовье её положила козью кожу и покрыла одеждой. Козью кожу с обратной стороны, то есть со стороны шкуры. Давид же был кудрявый, белокурый. И чтобы вот приняли бы эту шкуру за голову Давида. Это, наверное, была светлая овца. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мэл Холла сказала, он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. То есть выдуманная болезнь Давида не останавливает этих злых людей. потому что принято в этом миру упавших добивать ногами. А святы отцы говорят, что именно из отношения к падшим, как мы к ним относимся, ведь в глазах слуг Саула Давида был преступником и познаётся, дети ли мы Божии или дьявола. тут хотят больного добить. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, привезите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли слуги. И вот на постели статуя, а в изголовье её козья кожа. Тогда Саул сказал Мэл Холле. То есть Саул начинает подозревать, что все, кроме него, уже начинают поддерживать Давида. Давида. Тогда Саул сказал Мэл Холле, для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал. И сказала Мэл Холлу, Мэл Холлу Саулу, он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя. Она предлагает такое ложное объяснение, понимая, что муж её главный спасён, а отец не поймёт, что жена всегда обязана в конфликте между отцом и мужем занимать сторону мужа. Это правило. И посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст, это его трактат о священстве. «И не только на войне, но и в мирное время можно найти великую и необходимую пользу от хитрости. и не только в общественных делах, но и в домашних. Для мужа по отношению к жене и для жены по отношению к мужу. Для отца к сыну и для друга к другу и даже для детей к отцу. Ибо и дочь Саула не могла бы иначе похитить своего мужа из рук Саула, если бы не обхитрила отца и ее брат то есть Инофан желая спасти спасенного ею от новой опасности воспользовался тем же самым средством что и жена». То есть все понимали что агрессия Саула она вообще необъяснима это какая-то бесовщина. Как мне рассказывали в Москве есть один священник и один мирянин но тоже церковный человек и они все время в каком-то конфликте и верующие не могут понять почему. И те которые давно наблюдают за этой ситуацией они говорят вообще это какая-то бесовщина. То есть для нас христиан предосудительно уже и то что мы споры имеем друг с другом а если затешной конфликт это диагноз это какая-то болезненная ситуация. Далее рассказывается о том как Давид приходит к Самуилу в раму куда ему идти Давиду он спешит к пророку Самуилу пока тот жив и убежал Давид и спас и пришел к Самуилу в раму и рассказал ему все что делал с ним Саул и пошел он с Самуилом и остановились они в Нафафе и донесли Саулу говоря вот Давид в Нафафе в раме для Саула это вообще беда он дочку подозревает сына и Нафана подозревает что они друзья Давида и уже пророк Самуил вместе с Давидом и послал Саул слуг взять Давида и когда увидели они вот эти посланные сом пророков Самуил возглавлял пророческую школу в то время было такое понятие как ученики пророков которые имели пророческие селения помните Саул когда вошел в одно такое селение Дух Святой нашел на него и Саул сам оказался в пророках и вот посланные увидели они сом пророков пророчествующих и Самуила начальствующего над ними то есть он глава этой пророческой Ишивы школы то Дух Божий сошел на слуг Саула и они стали пророчествовать то есть сила Духа Божия такова что она может касаться разных людей как сказано Дух дышит где хочет и голос его слышишь откуда приходит куда уходит не знаешь донесли об этом Саулу и он послал другие слуг но и эти стали пророчествовать то есть благодать Духа Святаго а Дух Святого это Дух Любви это меняет человека Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника что в Сефе и спросил говоря где Самуил и Давид и сказали вот в Нафафе в Раме и пошел он туда в Нафаф в Раме и на него сошел Дух Божий и он шел и пророчествовал доколе не пришел в Нафаф в Раме и снял и он одежды свои и пророчествовал перед Самуилом то есть они голыми пророчествовали и весь день тот и всю ту ночь лежал не одетый поэтому говорят неужели Исаул во пророках то есть та ситуация кто он переживал ранее она здесь повторяется пророчествующие они как бы возвращаются в состояние детской невинности как дети не стыдятся маленькие дети ходить раздетыми как Адам с Хевой в раю совершенно не стыдились этого состояния так и благодати духа любви люди ведут себя внешне неадекватно Беда достопочтенный в своих гамильях на Евангелии пишет история получения Давидом царства над Израилем вместо Саула глоток воды чистый для жаждущих то есть мы правильно делаем что изучаем эту историю это как глоток воды чистый для жаждущих ибо Давид был смиренным и невинным и кротким изгнанником который столь долго страдал от несправедливых гонений своего преследователя и кто бы только узнав об этом не начал учиться чести невинности и смирению и не изгнал и не изгнал бы гордости и зависти из сердца своего то такой человек получает через эту историю глоток воды чистый для восстановления себя я надеюсь что и заходящие на портал экзегет и следующие эту книгу другие библейские книги тоже получают глоток воды чистой действия благодати а он если узнает что Давид представляет самого Христа и церковь помните мы говорили о том что Давид это прообраз и Христа и церкви особенно когда он выступал на единоборство с Голиафом а Саул представляет преследовавших их иудеев то есть преследовавших их христиан преследователями сделавшихся по недостатку веры по недостатку веры потерявших царство по плоти и в духе тогда как царство Христа и церкви им быть вечно то через это свое разумение он то есть читающий эту книгу воспримет уже чашу вина произведенного из воды ибо там где прежде такой человек читал древнюю повесть о других он прочтет уже историю не о древнем царе а о самом себе и о своем царствовании то есть мы изучаем книги царей с одной целью чтобы начать царствовать над собственными пороками грехами опрокидывая их а не для того чтобы напугаться действиями дьявола который всячески нападает на нас вот пример Давида это вдохновляющий пример и Амбросий Медиаланский в своем трактате о бегстве от мира пишет и так не станем стыдиться бежать то есть иногда надо уходить в сторону спасаться бегством как Христос говорил если будут гнать в одном городе идите в другой и так не станем стыдиться бежать ведь достойно хвалы такое бедство бегство от лица греха то есть на самом деле Давид бежал от Саула потому что он не хотел быть таким же как Саул одержимым вот так и Давид бежал от лица царя Саула от лица Авесолома это потом своего мятежного сына Авесолома и действительно этим бегством он обрел большую праведность ибо и коварного зломыслителя пощадил и искал спасения отца убийцы то есть Давид будет проявлять заботу о Сауле до конца и будет искать спасение для своего сына Авесолома который хотел погубить отца и еще одно объяснение это уже объяснение Августина все кто не любит Господа есть чужие пришельцы и наплеменники и хоть они приходят в церковь они не принадлежат числу детей Господа Истинного как Саул царь хотя он был помазан Духом Святым а он не был настоящим верующим так и многие которые принимают крещение там мир помазан даже причащаются если они другого Духа агрессивно смотрят на других людей не только на своих нам не разрешается агрессия даже по отношению к еретикам как Златоуст в слове о проклятии пишет еретические догматы мы проклинаем испопеляем огнем веры самих еретиков любим как немощных братьев наших и добрыми делами стараемся обратить ко Христу Августин продолжает и тот источник жизни не принадлежит им то есть если кто-то пользовался таинствами церкви но не стал новым человеком он как бы пользовался чужим ведь даже и недобрый человек может принять крещение водою а злые также могут пророчествовать и мы читаем в писании что царь Саул пророчествовал он преследовал святого Давида и однако же сам преисполнился духа пророчества и пророчества да иногда озарения вот такие происходят в жизни недостойных людей помните когда первосвященник внося смертный приговор Христу сказал лучше один погибнет за всех чем все погибнут он это сказал а будущий первосвященник действительно Христос стал тем одним который умер за грехи всего мира до сихот сезон м уж до сихот до сихот д о Продолжение следует...